Здравствуйте, дорогие зрители канала Растения Окр. С вами, как всегда, Максим и Елена. И сегодня мы поговорим об овсянице. Все мы видели эту траву. Это один из видов трав, невысокая, до 40 сантиметров. Мы видим ее часто в ракариях, в альпийских горках, просто в высадках каких-то. На самом деле эти голубоватые колобки очень хорошо смотрятся. И самое интересное, то, что размножается она тоже без проблем. Если вы купили семена, то сто процентов, что все они взойдут. Просто высадите их либо в кассету, либо сразу можно в землю. Начинаете поливать и овсяница к концу сезона уже будет такой милый пучочек вот такой вот высоты, но еще пока небольшой. Большой она становится на второй, на третий год. И когда она стала большой, уже вы можете не собирать семена, а просто делить ее, разрубывая вот этот сам колобок весь, на четыре, на шесть, на восемь частей, как хотите. Разрастается она очень быстро, поэтому деление овсяницы это не проблема совершенно. И еще, если вы посадили овсяницу голубую или зеленую, любую, у себя на участке, обязательно следите за тем, в тот момент, когда она выпускает колос, обязательно надо их срезать. Если у вас рядом есть газон, либо какая-то высадка, в которой овсяница абсолютно не нужна, вы должны помнить о том, что сеется она прекрасно и всходит она прекрасно. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что если рядом с газоном сидит несколько кустов овсяницы, колосья вовремя не были срезаны, на газоне начинает идти овсяница, клубки вот эти появляются. И тогда испорчен получается и газон, и удалить овсяницу достаточно тяжело, потому что у нее, как и у многих трав, стрелочная корневая система. Поэтому следите за тем, чтобы колосья, которые, кстати, еще и портят вид овсяницы, были удалены вовремя. Всего доброго, смотрите наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok